Дачники С 2015 года данный участок перешел в сельхозугодие. То есть 7 лет и 1 месяц не пользовались. Как только у нас провели газ в наше СНТ, началась вырубка. Нам непонятно. Нас не предупредили о том, что будет здесь спил. В этом, уже частично уничтоженном лесу, по словам дачников, росли грибы и ягоды. Обитали дикие животные. Даже олени с лосями заходили. К нам вчера приезжали с охранной прокуратуры. Мы письмо туда писали. Волжское городское писали. Прокуратуру тоже приезжали. К нам приезжало лесничество. Сам лесничий в Тверской области приезжал. Прошли, посмотрели все. Мы им показали, кто здесь работает, чем занимаются, причину. Поэтому, уходя, когда я с ними со всеми как бы индивидуально поговорил и спросил, скажите, что нам делать дальше. Вы пристановите работы. Нам больше ничего пока не нужно. До выяснения всех обстоятельств. Ну, они, в общем, хорошо. Мы вам сейчас ничего не можем сказать. Мы вам все в письмо видим. В тот же день в Тверской межрайонной природоохранной прокуратуре мы встретили индивидуального предпринимателя Михаила Дроня, организация которого выполняет работы по расчистке земель. Вот что, с точки зрения подрядчика, происходит в этом лесу. Это большой проект ЗАО Калининского по введению земель в оборот, которые ранее не использовались, для расширения их, ну, как пассивных площадей, для увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Ну, хорошо, оно сельхозное значение. Ну, вы же видите, что здесь растет лес. Здесь не растет кустарник, ничего другого здесь не произрастает. Здесь растет лес. На что они отвечают? Есть бумага. По бумагам у этих людей все законно. Нам все говорят, что это законно. По бумагам. Но по факту-то это лес. Людей интересует, почему именно сейчас понадобилась эта земля. Мы хотим разобраться. Дайте нам время. Просто разобраться. А масштаб катастрофы, вот вы видите вокруг, пожалуйста, посмотрите. Это происходит в течение трех дней. Четырех. Это за преднание-то все сделали. Они ночью работают. Здесь оператив будет теперь открыт на трассу полностью. Все будет здесь полностью загажено. Ну, естественно, просто. Здесь находится 700 дворов, больше тысячи человек. Ну, насколько мне известно, это связано с тем, что при строительстве трассы М-11 из землепользования Залка-Калининска было изъято порядка 50 гектаров земель. Часть земель попала в полосу отчуждения новой федеральной трассы. И, естественно, им необходимо как-то компенсировать эти площади выпадающие для того, чтобы не прерывать свой производственный процесс, для того, чтобы не сбавлять, скажем так, объемы произведенной какой-то своей продукции. То есть для них это необходимо, жизненно важно. Но нельзя просто так отмахнуться и от сотен людей, которым дорог этот лес. Важен сосновый воздух, которым они дышат. Важно сохранение экологически чистого окружающего пространства. А ведь только в СНТ Межур, как говорят дачники, круглый год проживает более 150 семей. Мы просим просто губернатора выяснить нашу проблему, помочь нам в этом во всем. Просим даже приехать сюда, посмотреть масштабы, чтобы он это все увидел. И хотя бы нас принял и поговорил с нами, и услышал нас. Потому что мы за экологию. И опять в который раз люди повторяют. Никто не сообщил им о планах вырубки леса. Хотя это решение не вчерашнего дня. 1 июля мы уведомили комитетные органы. Это в данном случае Министерство сельского хозяйства Тверской области. Это Росельхознадзор. Также мы уведомили администрацию заводского сельского поселения. И обратились в специализированную организацию при Министерстве сельского хозяйства России. Это управление спецмелью ВОДХОС. Которая нам утвердила проектную документацию для производства указанных работ. Впрочем, подрядчик вполне убедительно излагает свою позицию. Подчеркивая, что действует на законных основаниях. На этом участке, по словам Михаила Дроня, лес планируется вырубить на 8 гектарах. Задача подрядчика предоставить аграриям землю под ключ, сапашкой и барнованием. В свою очередь, дачники пытаются найти какие-то возможности отстоять окрестности своих садовых товариществ. Наиболее легкий путь, или быстрый, более эффективный, приостановить это. Это объявить это, сделать процедуру. Там по установлению выносится особо охраняемая природная зона. А у нас здесь действительно сказали, что здесь краснокнижные белки, летяги, ландыши. Особо охраняемая природная зона. И это даст возможность приостановить этот процесс до решения в процессуальном порядке. Через суды и через другие прорывательные органы. А пока люди пытаются хотя бы приостановить вырубку. А вы от какой организации работаете? Не скажете, а почему? Почему написано? Нам не предоставляются документы. Это предоставьте, пожалуйста, нам документы. От какой организации работаете? Сервис Плюс. Сервис Плюс, да? У вас документы существуют на выполнение этих работ? Да. А они у кого? Ну, у полиции, наверное. Подрядчик указывает на незаконность действий дачников. Я и, скажем так, приезжала полиция. То есть мы встречались с ними в воскресенье. Мы довели свою позицию, мы объяснили, что это будут за работы, какой формат этих будут работать, что эти работы производятся на основании договоренности ЗАО Калининска. Есть проектная документация утвержденная. То есть мы, скажем так, оставим после себя ни пеньки, ни какие-то ветки, порубочные осадки. Мы превратим это в поле. Но приехал сотрудник полиции, который также сообщил, что нет оснований каких-то прекращать рубку. Но никакого эффекта это не возымело. То есть люди продолжают нарушать границу земельного участка, несмотря на то, что там висит запрещающий знак, несмотря на то, что граница вынесена, маркирована для того, чтобы они случайно не зашли на нее. Они идут, целенаправленно срывают, целенаправленно останавливают эти работы, при том, что, повторюсь, у них никакого нет права. ЗАО Калининска – это не компания «Однодневка», это один из ведущих сельскохозяйственных производителей нашего региона. И то, что, наконец-то, эти земли, которые заросли, они начинают вводить их в оборот, это не только начинает ЗАО Калининска, это и в Коноповском, и в Ржевском районе, то мы видим ситуацию, что сельскохозяйство начинает развиваться. И вот такими действиями, я считаю, это препятствует этому положительному движению, которое наметилось за последние годы. Главное сейчас – остановить. Это безобразие. Смотрите, природа живая кругом под нож. Чтобы вырастить это дерево, надо 50 лет. В интересах одного человека лес рос больше 60 лет, и сейчас получается в интересах какого-то там… Ну, может быть, это неправильно, я говорю. ЗАО Калининска – это важное предприятие на территории Тверской области. Но такими методами действовать, наверное, это неправильно. Мы объективно показали мнение обеих сторон конфликта, суть которого, в общем-то, ясна. Но детально разобраться в ситуации и поставить точку в распрях могут только компетентные органы. Пока единственный официальный комментарий по существующей проблеме от правоохранительных структур мы получили 30 ноября в Тверской межрайонной природоохранной прокуратуре. В Тверскую межрайонную природоохранную прокуратуру поступили коллективные обращения граждан по вопросу законности вырубки лесных насаждений в районе СНТ Межурка Калининского района. По данному факту организована проверка, в том числе с выездом на место. Запорожены необходимые документы. В настоящее время дается оценка законности организованных работ. В случае выявления нарушений закона будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Мы следим за ходом событий.